14 стих Ефесянам 3, 14 «Для сего преклоняю колено Мои пред Отцом Господа нашего Иисуса, помазанного и пред Его помазанием». Итак, это молитва, не так ли? Все, чему не будете просить в молитве, верьте, что получите. Сколько раз вы верите, что получаете, когда читаете эту молитву? Почему бы вам не верить, что вы получаете, когда вы читаете эту молитву? Потому что апостол Павел молился ей? Послушайте, эта молитва была сделана частью Святого Писания. Вы можете молиться этой молитвой по 55 раз в час, если хотите, но вам придется использовать свою веру каждый раз, когда вы ей молитесь. И вы должны молиться ей каждый раз, когда вы ее читаете. И каждый раз, когда вы ее читаете, вы должны применять в нее свою веру. Поэтому мы делаем такого рода вещи. Поэтому мы читаем молитвы в Библии и никогда не верим, что получаем, когда молимся. Каждый раз, когда вы ее читаете, вы должны делать это пунктом молитвы. Я молюсь ей каждый день. Я молюсь ей за моих партнеров каждый день, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам... Итак, вот эта молитва. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его. Крепко утвердиться Духом Его. Или укрепиться могуществом Духом Его. И вот это слово «могущество» означает данную Богом сверхъестественную способность осуществить все. Оружие воинства нашего не плотские, но сильные Богом. Сильные, могущественные Богом. Могущественные Богом на разрушении твердынь. Помните, что Писание это говорит? Хорошо, в оригинале и здесь, и там используется вот это слово «могущество». Оружие воинства нашего не плотские, но могущественное Богом. Укрепиться могуществом Духа Моего во внутреннем человеке. Остановитесь здесь. Это работа Духа Святого. По-вашему, Он будет делать свою работу? Но если бы Он делал это автоматически, зачем тогда Павел молился так за церковь в Ефесе? Он поместил сюда эту молитву не для того, чтобы было чем заполнить страницы. Нет, нет, нет. А потому что Он молился так за ту церковь. Он сказал, «Я молюсь так за вас. Я преклоняю колено Мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы Своей укрепиться могуществом Духом Его во внутреннем человеке. Отец, я принимаю это прямо сейчас во имя Иисуса. Я верю, что получаю это. Я говорю к своему внутреннему человеку. Я приказываю тебе быть укрепленным во имя Иисуса. Я принимаю по богатству славы Твоей, Бог, укрепление для моего внутреннего человека, чтобы мой внутренний человек, слава Богу, был расширен и укреплен. И стены моего внутреннего человека были укреплены во имя Иисуса. Хотел бы я молиться так 10 лет. Я верю, что получаю это. Это работа Духа Святого. Он будет делать свою работу. Есть другие вещи, которые нам нужно делать. Но первое, что нам нужно делать, это верить, что мы получаем, когда мы молимся. Когда вы будете молиться? Это молитва. Молитесь ею, когда вы ее читаете. Не позволяйте ей проскальзывать мимо вас. Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми. Это не только для какого-то особого человека. Это не только для служения. Это для всех людей, которые когда-либо сделали Иисуса Христа Господом в своей жизни. Для каждого рожденного свыше чада Божьего, и каждого человека, который никогда не делал Иисуса Христа Господом в своей жизни. Это молитва всего на расстоянии вздоха от них. Чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми. Постигнуть. Понять, схватить, ухватиться. Полностью понять, в полной мере представить. Вот что означает слово «постигнуть». Постигнуть со всеми святыми. Что? Широта и долгота, и глубина, и высота. О, это по всем параметрам. Не так ли? И уразуметь превосходящее разумение, любовь помазанного и его помазание. Как вы уразумеете что-то, что превосходит разумение? Вот здесь-то и подключается доверие. Аллилуйя. Но я верю, что получаю это. Я верю, что получаю. Я верю, что получаю способность постичь. Я верю, что получаю разумение. Знание того, что широта, и долгота, и глубина, и высота. Я верю, что мой внутренний человек укрепляется так, что я могу постичь, что долгота, глубина, и высота я разумею. Я знаю любовь. Если вы знаете любовь, если бы я спросил кого-то здесь, вы знаете, что Бог любит вас? Ну, я знаю, что Бог любит меня. Да, я знаю, что Бог любит меня. О, да, я знаю, что Бог любит. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своему Единородному, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы верите, что Он услышит вас сегодня? О, я не... Вы знаете, что должны ответить «да». Возможно, вы так и ответите. О, да, 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 аминь. Но вы верите в это не больше, чем то, что гуси летают вверх тормашками. Вы знаете любовь, и вы познали любовь. Но вы не верите любви. Прочитайте первое послание Иоанна. Обратитесь к первой главе и посмотрите, что там говорится. Мы познали и поверили любви, которую имеет к нам Бог. Аллилуйя. И если вы начнете применять свою веру, чтобы познать любовь Христа, даже выходя за рамки того, что может понять ваш разум, и верить, что вы получаете это, и вы начнете исповедовать это, и начнете говорить это, «Бог любит меня». Если бы вы могли иметь понятие об этом, ваше тело уже давно было бы здорово. Если бы вы начали упражняться и верить, что получаете, сеять семена и делать все остальное, что необходимо, о чем, походу, мы еще поговорим, поскольку есть другие вещи, которые нам нужно делать верой. Одна из них – это молиться в Духе Святом, и задать себя на святейшей вере. Хвала Господу, молясь Духом Святым. Когда вы молитесь в Духе Святом, вы останавливаетесь и верите, что вы получаете? Немногие из вас и потом идете заниматься своими делами. Я спросил Господь, «Почему я молюсь всю ночь в Духе Святом прежде, чем еле-еле начинаешь что-то из этого получать?» Он ответил, «Ты никогда не останавливаешься и не веришь, что получаешь. Ты только говоришь». Я делаю это верой, потому что я доверяю Ему. Но я не останавливался и не говорил, «Что ж, я не знаю, что это было, но я верю, что получаю это». Как-то вечером я возвращался на машине домой. И я просто молился на иных языках. Я верю, что получаю это. Я сказал это во имя Иисуса, и я знаю, что это было для меня, поскольку если бы это не было для меня, я бы этого не сказал. Знаете, что это было? Я также помолился об истолковании. И знаете, что произошло, когда пришло это истолкование? Это было рема от Бога. Я кое-что из этого узнал. Меня учил Дух Святой. О, ну я боюсь, я мог сказать что-то не то. Что если вы сказали? А что если я сказал что-то дьявольское? Что будет? Бог может мне за это устроить. Он ничего мне устроил, когда вы сквернословили. Я сказал много чего, что давало право мне устроить. Вернитесь к Евангелии от Иоанна 3,16. Именно поэтому Бог не убил вас, когда вы поступали таким образом. Аминь. Нет, вы, возможно, сказали не то раз или два, но есть милость Божья. И Иисус сказал, если сын пришел к отцу и он хочет еды, разве отец даст ему скорпиона или змею или камень? Понимаете, эти вещи символизируют злых духов и бесов. Он сказал нет. Вы, будучи злоумеете даяние благие давать детям вашим, тем более ваш небесный отец даст Духа Святого, просящим у него. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, чтобы принимать на основании доверия, применяя мою веру вот в это местописание. Он сказал, что это выходит за рамки моего знания. Благодарение Богу, что оно выходит за его рамки. Мое маленькое знание ничего не значит. Он и его знание. И его любовь. И оно там. Мой отец любит меня. Он настолько возлюбил меня, что послал Иисуса на крест. Если он хочет, чтобы я куда-то поехал, что ж, вперед! Что бы для этого не потребовалось. Встаньте сейчас. Это уже следующее послание. И я к нему уже перешел. Аллилуйя. Скажите громко. Я верю, что получаю. Сверх моего знания. Сверх моего разума. Сверхоестественную молитву. Сверхоестественное принятие. Я верю, что я доверяю Богу. Я доверяю Ему мою жизнь. Я доверяю Ему мои деньги. Я доверяю Ему мой разум. Я доверяю Ему мое тело. Я доверяю Ему мою семью. Я доверяю Богу. Я доверяю Ему. Я принимаю от Него. Он сказал, что любит меня. Поэтому я знаю, что Он любит меня. Мой Бог любит меня. Я доверяю Ему. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Да, аллилуйя. Я верю в это, да. Я приму это. Хвала Господу. Аминь. Аллилуйя. Я сказал, Господь, я просто не вижу. Я просто не вижу, как я могу это сделать. Он спросил Кеннет. Ты не видишь, как ты можешь это сделать? Я ответил, нет, я просто не вижу, как. Как я могу это сделать? Он сказал, у меня есть тысяча путей. И у меня есть десять тысяч путей. У меня есть сто тысяч путей, как это сделать. Кеннет, я знаю миллион путей, как сделать то, о чем ты думаешь. Лежа там в кровати. И не можешь просчитать и одного пути, как это сделать. «Почему бы тебе не перестать пытаться верить о том, что ты можешь просчитать?» И послушайте, что он мне на этот счет сказал. Я вскочил и записал это. Он сказал, «Когда ты просчитываешь путь, как это может произойти, и затем ты начинаешь применять свою веру в этом направлении». И послушайте, что он сказал. Это коренным образом изменило мое мышление. Он сказал, «Несмотря на то, что по большей части ты используешь и стоишь на моем слове, ты ограничил меня тем путем, который ты выбрал». Просчитал. И он сказал, «Иногда, иногда это нормально, но это оставляло тебя на более низком уровне по сравнению с тем, что тебе следовало иметь». И я мог это видеть. Я мог это видеть. И я спросил Господь, «Что мне здесь делать?» Он ответил, «Что ж, начни молиться в духе и верь, что ты получаешь это». Я сказал, «Я думал, что именно это я и делал». Он ответил, «Нет, ты молился в духе, но ты ждал, пока ты поймешь, прежде чем ты верил, что получаешь. Ты ограничиваешь меня тем малым, что ты знаешь. Просто начни верить, что ты получаешь, когда это все еще остается для тебя тайной. И я заставлю это начать работать для тебя. До тех пор, пока ты действуешь в этих тайнах, дьявол тоже не может этого просчитать. Ты получишь это до того, как он поймет, как это остановить. Я сказал, «Меня это вполне устраивает». Аллилуйя. О, но, брат Копланд, я бы не хотел просить о слишком многом. Почему? Я хочу знать, почему. Не стойте там и не смотрите на меня, ухмыляясь. Если это когда-либо выходило из ваших уст, или кто-то научил вас этому, я хочу знать, почему. Почему вы не хотите просить о слишком многом? Большинство из вас делает это потому, что этому научила вас ваша бабушка. Почему? Потому что ее этому научила ее бабушка. Не проси о слишком многом. Встань в конец очереди и будь учтивой. Быть учтивым – это одно, когда дело касается человеческих отношений. Но когда дело касается Бога, это богохульно. Понимаете? Ну, я просто буду стоять сзади и... Родственники Глории рассказывали историю. Я не знаю, откуда они ее взяли. Должно быть, это произошло в период Великой Депрессии. Это была история дедушки. В какое-то другое время. Это он не носил новые часы. Это была история дедушки, да. Да, я дал ее дедушке новые часы, и он не носил их, потому что для него они были слишком хорошими. И подождите минутку, подождите, подождите, подождите. Он был честен в отношении этого. Они ему нравились. Я подарил ему новые часы, и они лежали у него на комоде зеркала. Он спросил, дедушка, где ваши часы? О, они там, на комоде. Он носил старые часы, боже мой. Это были одни из дешевых часов. Я спросил, а где те, которые я вам подарил? О, ответил он, они там, на комоде. Я спросил, с ними что-то не так? Меня это беспокоило. Знаете, если они были сломаны, он мог бы вернуть их в магазин. Я спросил, с ними что-то не так? Там что-то сломано? О, нет. Это отличные часы. Это отличные часы. Я спросил тогда, почему вы их не носите? О, нет, 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 нет. Нет, Кэннет ответил, нет. И сначала я подумал, что он шутит. Он сказал, нет, нет, эти часы слишком хороши для меня. Но вскоре я понял, потому что я пытался, я сказал, о, дедушка. Я пошел в дом, взял эти часы и принес их ему. Я пошел, принес их ему. О, нет, ответил он, это отличные часы, да. Положил их обратно на комод и не носил их. И я хочу вам кое-что сказать. Если бы он не был одним из милейших и одним из отличнейших людей, которых я когда-либо знал в своей жизни, если бы я не знал, через что он прошел, откуда он вышел, он бы оскорбил меня тем, что не носил эти часы. И это по-прежнему причиняет боль моему сердцу, потому что я хотел благословить его, но он не позволял мне ничего ему дать. Почему? Так он был научен. Ну, я бы не хотел просить о слишком многом. Я уверен, знаете, Бог говорит, «О, разве этот маленький человек...» Вы только послушайте этого маленького человека. Разве он не учтив и не мил? Давайте положим лишние пять долларов в его печенье, чтобы когда он их найдет... Это не то, как действует Бог. Так действует семья Божья. Здесь, на земле. Но Бог так не действует. Есть история про очень богатого, сильного короля. К нему пришел один человек, и он спросил, «Что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал?» Тот человек постоял несколько минут и потом попросил о таком, о чем никто никогда даже не слышал. И другие люди при дворе были уверены, что король прикажет отрубить ему голову за такое самоуверенное поведение в присутствии короля. А король подумал какое-то время и сказал, «Ты получишь это. Что еще?» И все были в некотором смятении по поводу этого. Наконец, один из советников короля подошел к нему и спросил, «Сэр, могу я задать вам один вопрос?» Король ответил, «Да». Он сказал, «Мы думали, что вы ему устроите, что этому человеку не сносить головы. Почему вы удовлетворили его просьбу, а потом спросили его, что еще вы можете для него сделать?» Король ответил, «Он почтил меня, поскольку кроме меня никто другой в этом мире не смог бы сделать то, что он попросил меня сделать». Он почтил его. Король сказал, «Я король. Кроме меня никто не может удовлетворить эту просьбу». Друзья, приблизилось Царство Божье. Кто может мне сказать, сколько на земле сегодня людей? Шесть миллиардов. Вы знаете, сколько из них идут в ад? Пять миллиардов. Скажу вам, это неприемлемое количество погибающих. Но не все эти пять миллиардов пойдут в ад, потому что мы с вами приведем их сюда, в Царство Божье. Чего бы это ни стоило, но я могу вам сказать следующее. Вы не сможете этого сделать, стоя в конце очереди, говоря, мы не хотим просить о слишком многом. Вам лучше вытащить ограниченного себя оттуда, встать на колени и сказать, «Господь, что бы для этого ни требовалось, верь это мне, я буду это делать, вложи в мои руки миллиард долларов». И я сказал Богу следующее, «Вложи в мои руки миллиард долларов, и я скажу, что я сделаю». Я буду загружать этот мир словом веры до тех пор, пока дьявол никогда не сможет оправиться от этого, он никогда не придет в себя. И думаете, Бог ответил, «О, парень, ты сейчас переступил черту». Знаете что? Бог согласился это сделать. Фактически Бог подталкивал меня это сделать. И мне понадобилось несколько дней. Милли-ли-ли-ли-ли-ли-ард. Аминь. Это пачечка. Но для Бога ничего не значит. Вы шутите? Вы знаете, сколько у Него планет? Даже если каждый будет стоить по одному центу за штуку, у Бога еще все равно многое останется. Боже мой. У Него есть больше, чем достаточно. И пора нам вырваться из этой дешевой нищенской религии и бросить все силы на спасение этого погибающего мира. Несмотря на весь ад и то, что кто-либо там об этом думает. Вы готовы идти со мной? Да, мы можем это сделать. Я знаю, что люди, которые ходят в эту церковь, готовы. Слава Богу. Но сегодня здесь есть много людей, которые не являются прихожанами этой церкви. Но я скажу вам, по всей стране и по всему миру есть церкви, подобные этой церкви, которые ухватились за это. И они выходят оттуда. Они выходят оттуда, сражаясь. И они выходят оттуда, говоря, «Наш Бог, Бог избытка!» И мы сделаем это, поскольку у нас осталось не так много времени. И за то время, которое у нас осталось, 100 долларов будет недостаточно. Тысячи долларов будет недостаточно. Миллионы долларов будут недостаточно. Миллиарды долларов будут недостаточно. Потребуется все, о чем мы можем верить, чтобы это сделать. Но мы это сделаем, аллилуйя.